Дочь Куспенской ходит по улицам и странные вещи гонит. Дорогие друзья, у неё были все шансы повторить успех матери, но девушка распорядилась жизнью иначе. Давайте узнаем о дочери Любови Успенской, чем она занимается и какой у неё конфликт с певицей. Я пока не готова комментировать происходящее. Татьяна Плаксина появилась на свет в декабре 1989 года в Америке, куда к тому времени переехала Любовь Успенская. Правда, девочка жила там недолго, скоро семья снова уехала в Москву. Таня закончила среднюю школу и уговорила родителей вернуться в США. Там она занялась рисованием и поступила в колледж. В семье у Тани было не всё гладко, сама она не говорила ничего плохого об отце, но Любовь Успенская всерьёз называла мужа человеком с чёрной энергетикой. Вообще-то да, это безбожный вопрос за чьи деньги. Это деньги Бога. Мы все живём на деньгах Бога. Он главный человек, который разрушил её и мою жизнь. Начиная с четырёх лет Тани, я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию. Я согласилась на все его условия. Я всю жизнь живу в шантаже. И лишь когда Тане исполнилось 18, я уехала работать в Россию. Татьяна творческая личность, поэтому всегда любила путешествовать. Она успела пожить во Франции, Индии и Таиланде. А обрести себя ей удалось в Коста-Рике. Приходится монетизироваться, потому что мы живём в монетизированной системе. Я бы не хотела простить свои копейки, но, к сожалению, мы живём в мире, где нужно платить за операции, нужно платить за еду, нужно платить за газ, нужно платить в Лос-Анджелесе, это всё дорого стоит. Духовные практики так впечатлили Палаксину, что она выучилась на инструктора по йоге. Но безоблачная жизнь Татьяны продолжалась недолго. В 2018 году дочь Успенская попала в аварию на велосипеде. Она буквально вся поломалась. На материк девушку доставляли вертолётом. Первая операция прошла неудачно. Начались сепсис и гангрена. Татьяну транспортировали в Цюрих. Лечение в швейцарской клинике обошлось в 7 миллионов рублей. Инцидент сильно отразился на самочувствии Плаксиной. Несмотря на полное физическое восстановление, её разум пострадал. Она улетела в Лос-Анджелес и странно вела себя в обществе. Бесцельно бродила по улицам и медитировала на бордюре. Казалось, что Татьяна находилась под действием запрещенных препаратов. Сегодня я смотрю на неё и вижу, эта девочка не моя дочь. Делится Успенская. В феврале 2020 года Татьяна всей стране рассказала о непростых отношениях со звёздной мамой. Она заявила, что мать насильно удерживала её под домашним арестом, оскорбляла, отвозила на принудительное лечение в клинике, отключала от связи с внешним миром. Из-за одной из больниц девушка даже бежала. Потом Плаксина взяла свои слова обратно и сказала, что её инстаграм взломали злоумышленники. Оказалось, что такие эмоциональные качели у матери с дочерью не редкость. И как певица не пыталась скрыть их от общественности, ничего не получилось. Успенская уверена, что всему виной патологическая ревность Татьяны к славе певицы. «Моя дочь искала себя в музыке, пении, рисовании, и ни там, ни там я не вижу успехов. Она хотела доказать, что она круче меня», рассказала о причинах вражды с дочерью Любовь Успенская. И хотя сейчас мама с дочерью помирились, Татьяна периодически пропадает из поля зрения, а в её соцсетях по-прежнему появляются посты депрессивного содержания. Остаётся только надеяться, что состояние Плаксиной рано или поздно стабилизируется, и молодая женщина наконец найдёт ту сферу, где проявит себя. Я всегда смотрела на людей И наливают, говорят Эй, ты, давай ты спой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok